На МЦД в первый день работает лифт. Охренеть! Станция Славянский бульвар. Платформа слева. This is Славянский бульвар. The platform is on the land. Переход на станцию метро Славянский бульвар. Change here for Славянский бульвар Metro Station. Всем привет, я Дмитрий Рогачев. Добро пожаловать на станцию Славянский бульвар первого диаметра. Строительство пересадки со станции метро Славянский бульвар Арбатско-Покровской линии на пригородной электричке обсуждалось давно. Сначала были недовольства тем, что метро немного отдалили от Кутузовского проспекта и самого Славянского бульвара. Потом в Москве стали строить гораздо больше метрополитена и о пересадке стали говорить меньше. А уже в рамках создания МЦД вопрос снова стал обсуждаться. Тем более, что эта станция должна была стать редкой, уникальной. Впервые за много лет в Москве захотели сделать навес, закрывающий полностью все пути. Отсюда пафосная ассоциация с вокзалом, которую озвучили все СМИ. Это действительно интересный проект. Если приглядеться конструкция внимательно, она составная. Средние и крайние части отделены друг от друга. В одном месте крыша будто бы уходит в землю, в другом нет. Очень большую роль играет высота этого навеса. Большое свободное пространство никак не давит на пассажира, оно наоборот заставляет расслабиться. Впервые в Москве пассажиры пригородных электричек и теперь уже МЦД могут перестать думать об осадках. Сегодня на новых станциях никого не удивить навесом на всю длину платформы, но у него есть минус. Дождь с ветром в любом случае залетает, снег тем более. В большинстве случаев у нас не думают о продлении крыши над пути, что является обязательным условием комфорта при посадке в поезд в плохую погоду. Здесь же проблем нет, можно даже не задумываться. Не нужно быть в Англии, чтобы понять, когда-то эта крыша начнет протекать. Но этот вопрос решается качественным обслуживанием станции. Теперь перейдем к осмотру платформ и поездам. На Славянском бульваре две островные платформы. На одной из них, где по кадрам больше прессы и любителей транспорта, останавливаются сейчас все пригородные поезда, все поезда МЦД, аэроэкспрессы в Шереметьево. На другой платформе сейчас останавливаются только экспрессы. Работы на станции Одинцова все еще ведутся. Белорусское направление может стать первым в системе МЦД, где дальние электрички и сквозные поезда МЦД будут окончательно разделены. Жители Голицына, Кубинки и Можайска должны будут проезжать на нынешнюю экспрессную платформу. Впрочем, проблемой для них это не станет. Подземный переход позволяет перейти с одной платформы на другую, не выходя за турникеты. Для ожидания поездов есть множество лавочек. С первого дня есть вся звуковая информация. Электрофон первого диаметра номер 6706 до станции Москва-Смоленская отправится в 15 часов 28 минут. Со второго пути... А вот электронные табло пока еще не полностью настроены. На других станциях их уже довели до ума, так что это вопрос времени. Вы же знаете, что не может, но не может быть все идеально на железной дороге. Здесь просто перепутали указатели. Направо на самом деле на Одинцово, а не на Лобню. А налево как раз таки на Лобню. А висит на Одинцово. Надеюсь перевесят. Если придираться к станции, можно указать и на меньшее количество прозрачных панелей на потолке по сравнению с обещаниями, и на мелочи по углам, где что-то неровно сделано. Можно придраться к газону, который не везде уложили к приезду начальников. Можно найти много мелочей, но не хочется. Мне нравится эта станция, и мне здесь комфортно. Может только цвета не хватает, все-таки и так везде серость. Ну да ладно, здесь часть растений уже посадили. Теперь переходим к тому, за что славянский бульвар полюбят. С каждой платформы есть лестница. Нормально. На обеих платформах есть эскалаторы, и они работают. В первый день. Значит могут, когда захотят. Или кому-то по шапке надавали за неготовность эскалаторов к другим открытиям. А дальше шок-контент нынешней российской железной дороги. Слушайте, ну лестница хорошо, эскалаторы работают с первого дня отлично. Но если еще и лифт работает, я буду очень сильно удивлен. Никаких запрещающих знаков здесь нет. Серьезно? Ну, по крайней мере, система показывает, что лифт едет. На МЦД первый день работает лифт. Охренеть. Что случилось-то? И здесь даже все чистенько. Я спустился на лифте с платформы в подземный переход в первый день работы станции. Это надо в календаре отметить. То, что должно быть нормой, воспринимается как чудо. И раз уж мы спустились в подземный переход, осмотрим его внимательно. Здесь два ряда турникетов. Запомните, любой турникет ведет на любую платформу к любому поезду. Их два ряда, чтобы пассажиры не скапливались. В идеале так и должно быть. Здесь же электронное табло и здесь же переход в метро. Никаких длинных коридоров. Никаких поворотов не туда. Никаких сложностей с ориентацией. Обычный ровный прямой подземный переход с двумя входами. Один в метро, другой на МЦД. Все гениальное просто. Со стороны станции метро Славянский бульвар никаких глобальных изменений нет. Метро было открыто в 2008 году. Здесь выход по лестнице или на лифте. Он тоже работает. Сам проверил. Нам интереснее выйти на улицу Герасима Курина. Это с северной стороны пересадочного узла. Здесь тоже лестница. Работают эскалаторы и... Работают лифты. Ладно, я бы мог ожидать, что лифты сделают там, где будут начальников показывать во всей красе. По такой же логике много раз что-то где-то на заднем плане было нерабочим. Из принципа проверил лифт. Тоже работает. И на входе нет каких-нибудь рабочих, спешно заделывающих плитку. И досмотр пассажиров не осуществляется. И вестибюль выглядит нормально. Не что-то шедевральное, но и не что-то страшненькое. Просто нормальный вестибюль, компактный. Кассы есть, наглядная информация есть, а больше ничего и не надо. И что же получается? При открытии Московского центрального кольца была образцово-показательная станция Лужники, где было к чему придраться, но в целом было очень хорошо. Славянский бульвар выполняет такую же функцию на первом диаметре. Абсолютное большинство пассажиров увидит хорошую, приятную станцию с удобной пересадкой на метро. Внимательные найдут косяки, но в глаза они точно не бросаются. И даже если пассажир ошибется платформой по местной навигации, он все равно сможет без проблем перейти на соседнюю, услышит звуковое объявление, ну или на крайний случай увидит, что на этом пути проезжает совсем не поезд и Волга, а что-то другое. И задумается, а не ошибся ли он. Если бы я ставил оценки станциям, Славянский бульвар получил бы 5 с минусом. Минус легко исправить, нужен лишь один внимательный человек из ЦППК, который покажет, где какие указатели неправильно висят, и один ответственный рабочий, который исправит мелкие недочеты. В итоге впервые за много лет в Москве открылась станция, максимально доделанная и с максимально возможным комфортом для всех категорий граждан. А для желающих приехать сюда советую спуститься и на станцию метро. Она заслуживает отдельного внимания. Хочется больше подобных видео про МЦД и не только, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Подписка это очень важное средство для продвижения на ютубе. Спасибо каждому за просмотр этого видео, спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Ссылка находится в описании под видео. До новых встреч, пока! Постскриптум. Я снимал это в первый день. Очень надеюсь, что после отъезда начальников лифты не выключили и эскалаторы не закрыли на ремонт.